Мы подобрались к самому защищенному человеку на планете. Это президент Российской Федерации Владимир Путин. Система охраны первых лиц российского государства отточена до совершенства еще сотрудниками 9-го управления КГБ и передана по наследству нынешней ФСО. Ее принцип простой. Береженого Бог бережет. Например, планируется поездка главы государства в какой-нибудь регион. Месяца за полтора до визита начинают работать аналитики. Они отслеживают здесь практически все. Уровень криминала, агрессивно настроенные религиозные течения, экологию и даже сейсмичность. Результаты расследования направляются в Москву. Затем за 3-4 недели до визита в регион вылетают так называемые разведчики, которые изучают обстановку на месте и договариваются с местными службами о деталях охраны. Местные обычно выполняют черновую работу. Проводят облавы на лихую братву, с которой ведутся профилактические беседы, чтобы та сидела тихо. Разведчики в это время детально обследуют и гостиницу, где должны остановиться высокие гости и объекты, которые он посетит во время визита. Затем прибывают технари со специальными устройствами. Одни глушат частоты, по которым передается сигнал радиодетонаторам. Другие проверяют наличие вредных излучений, частоту воздуха, качество пищи и многое другое. Наконец, самого президента охраняют 4 круга телохранителей. Первый рядом с главой государства. Обычно это крепкие парни с наушником в ухе и чемоданом в руке. На самом деле это бронированный щит для защиты хозяина. Второй круг состоит из неприметных людей в гражданском, скрытых в толпе. Они не должны ничем выделяться, так как работают они незаметно, как карманники и даже незаметно ощупывают подозрительных лиц в поиске затаенного оружия. Третий круг охватывает толпу по периметру для перехвата злоумышленников, направляющихся в средний или тем более ближний круг. Четвертый, самый дальний, составляют снайперы, располагающиеся обычно на крышах, готовые пристрелить любого, кто посягнет на жизнь президента. Редактор субтитров А.Семкин